Вопросы Во-первых, я хочу сказать вам, что говорить в России правду это очень сложная работа. Это, кстати говоря, важная, обязательная работа. Если ты говоришь правду и делаешь это профессионально, не злобно, а с деталями, с конкретикой, с тем, что нужно именно делать, это очень важная работа. Но сейчас я вам расскажу одну историю из моей жизни, и вы сами будете судить, что на самом деле так, а что не так. В 1991 году произошел путь. Страна была командная, работала по прикажам и под контролем постоянным. И после пуча все это сломалось. Все. Все перестало работать. Лекарства перестали поступать, электроэнергия перестала снабжаться, транспорт начал останавливаться. Потому что весь народно-хозяйственный комплекс, как тогда это называлось, был полностью парализован из-за полного развала власти. Вот тогда Ельцин с Горбачевым попросили меня заняться оперативным управлением народного хозяйства. Каждый день нужно было принимать десятки, сотни, а то и тысячи решений каждый божий день. По 20 часов в сутки. Для того, чтобы работали больницы, роддома, детские сады, транспортные узлы, электроэнергия. Для того, чтобы продолжалась защита страны от возможных катастроф. Для того, чтобы продолжалась защита хранилищ ядерного оружия, химического, биологического оружия. Ну, просто можете себе представить. Несколько человек были уполномочены этим заниматься. Это был Иван Силаев, Аркадий Вольский, Юлий Лужков и я. Каждый имел свою сферу. Вольский занимался оборонным комплексом, Лужков торговля и снабжением, а я занимался промышленностью и всей социальной сферой. Каждый день принимались все решения. То ручное или оперативное управление, которым сегодня кое-кто хвастается, ничего общего не имеет с тем. Просто это детский лебед на лужайке. Это был полный конец всего. Это было реально связано с жизнями. Не с зарплатой, не с перерывами в работе. Это реально связано с жизнями миллионов людей, которые в больницах, которые родились, где бы только они ни находились. Вот этим занимались почти полгода. Каждый день принимали такие решения. Ни одной аварии, ни одной катастрофы, ни одного срыва в этой работе не было. Ну вот сами можете посудить. Что для этого нужно было? Нужно было просто, чтобы была команда и чтобы был профессиональный и не воровской подход. И если это сделано, то все остальное работает. Я много раз объяснял, почему я не принимал решения о вхождении в правительство. Потому что правительство занималось тем, что с моей точки зрения было абсолютно недопустимым. И во-вторых, я мог бы это исправить, если бы я в этом правительстве был не один. Я пришел с командой. А это главное, что мне никогда не удавалось решить. Я для этого партию создал. Я для этого борюсь сегодня. И если сегодня бы я пришел с командой, вы бы быстро увидели, как меняются дела. Я беру на себя ответственность. Но вы должны поддержать тогда такое решение. Спасибо.